Кошечка Мелисса. Все вокруг, как застыло в ожидании чуда. Время идет, но, к сожалению, пока конкретных ответов у нас нет. Вчера были с Мелиссой кошечкой из домашнего мини-приюта Людмилы Че Чернецкой в клинике. Посоветовали осмотр, дали некоторые рекомендации по дальнейшему лечению малышки для поддержания организма, пока не будет установлен наконец-то окончательный диагноз. В начале недели сделают УЗИ и анализ крови. После обследования станет более ясно, что у Мелиссы. И лишь потом тесты будем делать на ФИП, которые, как волонтеры сказали, тоже с первого раза могут ничего не показать. Их придется потом повторять, а это все отдельная стоимость. В общем, нам предстоят дорогие поездки, чтобы наконец понять, что точно с Мелиссой. Любые предположения, к сожалению, неутешительны. У Мелиссы, возможно, лейкоз или какая-то другая неизлечимая форма болезни. В любом случае ждем этого дня. Так что мы сейчас как на бочке с порохом, но только вот в ожидании чуда. Друзья, нам очень нужна ваша помощь. Тесты и все обследования очень дорогие, включая дорогу. Больница находится далеко и без такси не обойтись. Добавок ко всему, сейчас очень много больных, которые держатся благодаря мягкому корму. Мелисси начала, волонтер, покупать паштеты гурме. Она хоть как-то его ест. Все это очень дорого. Без вашей поддержки нам не справиться. Пожалуйста, помогите нам не выжить без вас, не вылечить тех, кто нуждается, и не прокормить. Вы наша единственная надежда. Ну и за их анализы. Тоже дело, за эти вот как они, пробы, короче, да. То есть, как она объяснила, говорит, она даже может не показать ничего. Это ничего, говорит, может не дать. Тем более, смотрите, мы уже принимаем лекарства. Я уже долго колю ее и антибиотики, и дексаметазон, и витамины, и всякую ерунду, которую уже, в общем, я просто решила добавить. Я так подумала. Потому что, как я же говорю, мне изначально эта вся система, ситуация выбила просто. Ну как это так? Это как получилось, помните, с Рексиком? А, вот у него саркома, значит, идите отсюда. То есть, вы понимаете, вот как вот практикуется все это? То есть, если у него саркома, да, был рак, это кости, да? То есть, болит у него желудок или поджелудочная, это уже значит, наплевать на это. Пусть он, значит, все равно умрет, выстрадает от поджелудочной или от печени. Не, ну что это? Вот так и с Мелиссой. Что значит, он ничего не выписал? Он выписал только поддержание печени. Дальше что? В любом случае в организме идет какой-то воспалительный процесс, правильно? Антибиотик не помешает. Витамины не помешают. Это в любом случае витамины. А он ничего не назначил. То есть, ему все равно. Кошка обречена. Но я-то вижу кошку. Она сейчас стала такая, вы знаете? Она и тогда была такая. А сейчас вот как-то она встречает. Я в их прихожу в комнату, она мяукает. Идет навстречу ко мне. Прыгает на руки. Марушку играет. Лапками обнимает. И я просто просто смотреть, ждать. Пока она умрет, просто так просто. Я вот это понять не могу, понимаете? Вот чем дело. Ну вот, давайте еще на то пойдем. То, что каждая клиника, да, каждая говорит по-своему. Все по-своему. Настя, я Насте сказала, она сказала, что с чего вы взяли именно ШУФИП. Но я-то ей не сказала, что мы анализы сделали. Поэтому я промолчала на этом. И естественно, я просто сказала, что просто по симптомам, то, что глаза потемнели, что она высохла, решили. Но она просто сама начала, говорит, аринотрахит или какое-то вирусное заболевание. Никто это не предвидел. То есть, в принципе, то, что мне сейчас подтвердили в клинике. Может быть, из-за какого-то вирусного заболевания. А она у нас болезненная девочка, правильно? Я ее долго лечила до того, как. То есть, может быть, действительно какой-то восподвлительный процесс остался. И он пошел и дал это повышенное СОИ. Что Алексей сразу раз, так и все. То есть, не знаю. Вот давайте так, правильно. Я сейчас смотрю на кошку, я не вижу, как они говорят. Мы не видим, что это как кошка при смерти. Как говорят вообще, от Фипа лечили, которые лежачие тряпочки. Она нормальная кошка. Да, ее надо кормить. Но как я прихожу, я начинаю просто как вот, то сижу с ней под ночью. Надо с ней сидеть, и чтобы она кушала. Я ее глажу, она Марушку играет и кушает, смотрит на меня. Ну, пока вот так вот. Поэтому. Ой, не знаю. Дорога дорога, понимаете. Для этой клиники, ну, в принципе, говорю, да, Насте, я говорю, пусть я полторы заплатила, да. Ну, опять же, лучше показать клинику, чем Настю на дому у меня, правильно. Смотрите. До встречи.